Пасхальные праздники самые светлые и радостные. Именно в это время фонд «Край добра» проводит благотворительную акцию «Пасхальный звон», в ходе которой собираются средства для детей с нарушениями слуха. В школах проходят уроки доброты, дети изготавливают пасхальные подделки. Эти работы потом реализуются, а вырученные деньги идут на благотворительность. Выставка продажа детских работ «Дети детям» прошла в малом зале городского дома культуры. Каких только подделок не было на столах. Работы очень интересные и выполнены в самых разных техниках. А самое главное, они сделаны с душой. Их с удовольствием купят, а средства пойдут на благие цели. Глава Славянского района Роман Синеговский принял участие в благотворительной акции. Собираем деньги на помощь деткам, которые нуждаются в лечении органов слуха. Их у нас в Славянском районе порядка 70 деток. И я уверен, что именно эта акция объединяет вокруг помощи. Приятно, что в Славянском районе есть меценаты, есть люди с чутким сердцем, которые готовы помогать. Поэтому многие, вы видите сегодня, многие горожане, многие наши коллеги принимают участие в этой акции. И я уверен, что мы соберем необходимую сумму, чтобы помочь деткам, которые в этом нуждаются. Как приятно делать добро своим ближним. Как хорошо, когда твоя помощь востребована. В этом твердо уверены славянские студенты. Мы с нашими студентами собрали более 5000 рублей. И мы с огромным удовольствием жертвуем эти деньги. Я купила это яйцо, чтобы помочь детям, чтобы они получили деньги и выздоровели. Мне будет это очень приятно. Выставку-продажу замечательных детских работ смогли посетить все желающие. Трудно было отказать себе в желании протянуть руку помощи нуждающимся. И поэтому редко кто уходил отсюда с пустыми руками. Работы очень красивые, значит, очень такие своеобразные. Я думаю, что тут каждому найдется какая-то интересная вещь. Состоялся также благотворительный концерт, в ходе которого ведущие рассказывали о детях, которым очень нужна поддержка. Благодаря таким акциям и помощи неравнодушных людей, дети с нарушениями слуха смогут услышать все многоголосие нашего мира. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».